Что ж, это канал Велобаза. Сегодня мы хотим сделать небольшой обзор сравнения двух велосипедов, которые схожи по концепции, но при этом они отличаются по характеру. Это два велосипеда из нашего велогаража. Мы на них регулярно катаемся. Катаемся интересно и динамично. И благодаря этому у нас возникло мнение относительно этих двух велосипедов. Значит, оба эти велосипеда это контринные двухподвесы на 29-х колесах. При этом у нас есть каньон Нерв АЛ29 на алюминиевой раме, а Арбея ОИС это контринный двухподвес на карбоновой раме. Вот. Значит, что можно сказать про комплектацию. Каньон Нерв, он был собран с голой рамы. Здесь все комплектующие покупались отдельно и навешивались на эту раму. Соответственно, мы имеем здесь колеса Mavic Cross Max ST 29 на алюминиевых полых спицах. Очень легкие и жесткие колеса. Вот. Вилка DT Swiss с карбоновой короной, карбоновым штоком. Вот. Трансмиссия у нас здесь сзади 9-ти скоростная, спереди стоит дабл. Race Face Turbine. Вот. Амортизатор задний Fox Float CTD Boost Valve. Вот. Тормоза, авиателиксир 5. Вот. Что можно рассказать про Арбею? Я передаю слово моему коллеге Георгию. Ну, собственно, велосипед был куплен в море. Стоковый. Ну, вот. Немножко его... Не знаю, зачем изменили. Поставили другую систему, поставили другие тормоза. По-моему, больше особо ничего не меняли. А, ну, дропер поставили, естественно. Соответственно, здесь стоит амортизатор Float CTD с выносной монеткой трехпозиционной. Вот. Стоит вилка CTD, но без монетки. Это не скот. Вот. Колеса на нем стоят Mavic Cross One. Колеса простенькие совсем. Особенно по сравнению с теми, что стоят на каньоне. Поговорим немножко про характер катания и про то, как эти велосипеды чувствуют себя в разных условиях. Вот. Современное катание очень разнообразное. Вот. Трейлы становятся более сложные, более техничные. Вот. Есть и просто более такие стандартные, спокойные покатушки, когда, ну, грубо говоря, не требуют серьезных навыков от велосипедиста. Вот. И поэтому большинство велосипедов современных стараются оснащать подсидельным штырем регулируемым. Вот. В данном случае на велосипеде Canyon у нас установлен регулируемый подсидельный штырь OneUp с ходом 150 мм. На велосипеде Orbea Ais у нас установлен подсидельный штырь Thomson с ходом 125 мм. Вот. В предыдущем ролике мы немножко рассказывали про подсидельный штырь BikeYoke. Вот. Что хочется сказать конкретно про эти подсидельные штыри. Томсон и BikeYoke по ощущениям работают более качественно и как-то ощущаются благороднее, что ли. Вот. Подсидельный штырь OneUp тоже работает хорошо. Там у него нет люфтов. Ни вертикального, там, ни горизонтального. Также опускается, поднимается, но при этом он стоит меньше денег. Это более бюджетный подсидельный штырь. И на самом деле к нему возникают вопросы, к его работе. Сейчас объясню, какие. Значит, за время эксплуатации с весны этот подсидельный штырь приходилось уже три раза подкачивать. То есть в начале эксплуатации набиваем сюда штатный 330 PSI. Проходит три-четыре недели. Подключаемся насосом высокого давления. Там оказывается около 120-130 PSI. И при этом он плохо выскакивает. Из нижнего положения в верхнее. Вот. Приходится его подкачивать. Вот. Но... Ну, так работает, в принципе, нормально. Вот. Что хочется сказать про характер этих велосипедов, которые... Ну, у нас за время катания сложилось некоторое такое свое субъективное мнение об этих двух велосипедах. И связано оно, скорее всего, ну, наверное, в первую очередь с геометрией этих велосипедов. И связано с тем, что у них отличается немножко ход. То есть конкретно у каньона, у него ход вилки 120 мм. При этом он регулируемый, да, здесь стоит демпфер твиншот. Вот. И он имеет два положения с точки зрения хода. И третье положение – это блокировка. То есть эту вилку можно на ход 120 мм и на ход 100 мм отрегулировать. Ход задней подвески здесь 110 мм. Так. У Арбеи ход подвески 100 мм и сзади, и спереди. То есть у нее чуть-чуть меньше ход. Там спереди на 2 см, сзади на 1 см. И в процессе катания это немножко чувствуется. То есть каньон, он чувствуется чуть более мягким, чуть более плюшевым, что ли. Оба эти велосипеда, они или ростовки. Вот. Но при этом у велосипеда каньон параметр рич, он более короткий, чем у велосипеда Арбея. И это ощущается в посадке на этом велосипеде. Вот. На велосипеде Арбеи ты чувствуешь себя более таким вытянутым, и посадка более горизонтальная. А на каньоне она такая чуть более вертикальная, она более комфортная, что ли, более удобно как-то ощущается. Вот. При этом у велосипеда каньон больше рулевой стакан, и вообще в целом он повыше. У него выше кареточный узел, у него выше рулевой стакан, и общая посадка, она такая более высокая, более такая вертикальная. Вот. И из чего складывается общее ощущение этих двух велосипедов. Вот. Наше такое субъективное мнение возникло, что велосипед каньон, он больше подходит, и комфортнее ощущается на таких ковырялистых трейлах, на более сложных и техничных. Вот. При этом велосипед Арбей ощущается как более спортивный велосипед, и как более быстрый. Возможно, он будет быстрее там на простых, там, пологих трейлах. Возможно, он будет быстрее на... в горке. Вот. При этом как-то кайфа и удовольствия больше получается от велосипеда каньон. Вот такое субъективное мнение у нас сложилось. И, наверное, Георгий тоже может это подтвердить. Да. Так. Ну, впереди нас ожидает еще больше покатушек, о которых мы будем тоже снимать видео, и будем выкладывать новые ролики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчики. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok